На площадке Казанского университета состоялась первая встреча с компанией Solar's Engineering. Действующее производство, уникальное инженерное изменение. Те разработки, которые мы вели, как, наверное, слышали, в 3-20-20, на данный момент возрождаемый проект, проводилась компания инженер-конструкторов, которая занимается более передовыми направлениями. Есть ли риск наступления нового макроэкономического кризиса и каким последствиям он может привести? Дело в том, что если какая-то сфера экономики, какая-то отрасль, какой-то рынок начинает расти слишком быстро, а остальные за ним не успевают, то это действительно чревато созданием так называемого пузыря. Имеется в виду необоснованное повышение цен на конкретном рынке или в конкретной отрасли, что будет негативно сказываться и на всех смежных отраслях, на потребителях, на производителях. Вот как раз именно в данном случае так ищет. Как новая программа по реализации трудоустройства через штабы студенческих отрядов помогает найти работу на лето. Там есть вакансии внутри университета, которые, вакансии, которые нам прислал Министерство по делам молодежи Республики Тарстан, там связана работа в лагерях Республики Тарстан. Также вакансии, более 200 вакансий с сайтов по поиску работы, мы сделали такую подборку. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Елизавета Никитина. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с председателем правления нефтесервисной компании «Эрительгрупп» Бахтиёром Фазыловым. Встреча состоялась в рамках рабочего визита представителей КФУ в Республику Узбекистан. Обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством по ряду направлений, в частности, в сфере нефтегазовых технологий. На площадке Казанского университета состоялась первая встреча с компанией «Соларс Инжиниринг». О том, какие вопросы обсуждались и к чему пришли, расскажем в нашем следующем сюжете. На встрече компании «Соларс Инжиниринг» были представлены разработки в области интеграции цифровых и транспортных решений для создания так называемой концепции удобного города. И ряда технических вопросов, связанных с производством средств микромобильности, электромобилей и так далее. Был озвучен ряд проблем, над решением которых возможно дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом. Мы поддерживаем действующее производство, университет и инженерные изменения. Те разработки, которые мы вели, как, наверное, слышали, в «Триот-20-20», на данный момент возрождаем этот проект, проводилась компания инженерных-конкультеров, которая занимается более предпринимательным направлением. Чтобы не расцелять этот потенциал, было принято решение поработать еще и на внешнем уровне, поработать в новом направлении, которое связано с микромобильностью, электропраску, является наиболее актуальным на сегодняшний день. Со стороны Казанского университета были также представлены наработки, которые были выполнены при проектировании беспилотных автомобилей типа КАМАЗ. Для ряда задач было отмечено, что многие проблемы, которые стоят и пытаются решить компания «Соларс Инжиниринг», они созвучны с тем, чем занимаются ученые и разработчики в институтах Казанского университета. Это Институт физики и Институт вычислительной математики и информационных технологий. По итогу была назначена следующая рабочая встреча по уточнению первостепенных задач по сотрудничеству. В Ташкенте состоялась рабочая встреча представителей Казанского федерального университета с руководством традиционного партнера вуза Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улубека. Обсуждался вопрос, связанный с расширением партнерства, в частности, увеличением числа совместных образовательных программ. Счетная палата России предупредила о риске наступления нового макроэкономического кризиса. О том, каким последствиям он может привести, рассказывает эксперт Казанского университета. Как заявила счетная палата России, кризис может наступить из-за роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам строительства жилья. По итогам 2020 года объем выдачи ипотеки составил более 4 триллионов рублей. Это абсолютный рекорд. Дело в том, что если какая-то сфера экономики, какая-то отрасль, какой-то рынок начинает расти слишком быстро, а остальные за ним не успевают, то это действительно чревато созданием так называемого пузыря. Имеется в виду необоснованное повышение цен на конкретном рынке или в конкретной отрасли, что будет негативно сказываться и на всех смежных отраслях, на потребителях, на производителях. Вот как раз именно в данном случае такая ситуация и складывается. По словам эксперта Казанского университета, ускоренная накачка ипотечного кредитования деньгами приводит к соответствующему росту цен, но не производства. То есть строиться жилье быстрее не станет, а вот цены будут расти в связи с высоким спросом. Из-за этого и будут дорожать стройматериалы, техника, металлы и так далее. И в конце концов, когда меры стимулирования будут свернуты, закончатся, это может привести просто к схлопыванию данного пузыря, резкому снижению цен при остановке строительства нового, разорению девелоперов, строительных компаний и всех смежных с ними организаций. Кроме того, увеличение объема выдаваемых ипотечных кредитов с искусственно заниженной процентной ставкой может привести к тому, что в дальнейшем многие из заемщиков не смогут вовремя расплачиваться по кредитам. Предсказать точную вероятность наступления кризиса сложно, однако можно предпринять меры по его предотвращению. Если кризис вызван излишним стимулированием ипотечного кредитования, значит нужно постепенно снимать эти стимулы. Это уже делается. Вы знаете, что в последнее время была повышена процентная ставка центральным банкам и, соответственно, повышена ставка по льготным ипотечным кредитам. Возможно, она будет еще повышаться, что постепенно будет охлаждать, притормаживать данный рынок. На данный момент, наверное, это самая действенная мера. Сама же счетная палата предлагает ввести ограничения на получение льготной ипотеки. Участвовать смогут только те граждане, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий. Или же предполагается только разовое участие в программе. С полным списком предложений можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Диана Жилинкова, Универньюз. В Казанском университете продолжается вакцинация от COVID-19. Для иммунизации доступны две вакцины – «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику. По адресу улица Вишневска, 2А, запись по телефону 2-33-30-00. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Центр по организации временной занятости обучающихся создан в структуре Департамента по молодежной политике Казанского университета весной 2020 года. На утренней планерке директор Департамента по молодежной политике Казанского университета Юлия Виноградова рассказала о новой программе по реализации трудоустройства через штабы студенческих отрядов. Все подробности далее. В 2020 году через штабы студенческих отрядов было трудоустроено 171 обучающихся. В этом году по уже заключенным соглашениям между организацией студентами и между строительными отрядами нашего университета планируется, что примут участие 370 обучающихся. Трудовой семестр начинается порой именно уже с мая, с июня. В Министерство науки и высшего образования было направлен ряд писем, в которых говорится о поддержке членов студенческих трудовых отрядов и об организации, соответственно, досрочной сдачи экзаменационной сессии. И было также недавно письмо, которое приходило в адрес вуза, в том числе и в наш университет, где как раз мониторилась ситуация, было ли оказано содействие. Юлия Виноградова подчеркнула, что по обращениям обучающихся и подосрочной сдачи сессии ситуация положительная, и большинство вопросов решено. В рамках реализации программы по трудовым договорам на сегодняшний день в университете трудоустроены 243 студента-сотрудника. Мы взяли за основу, что студент-сотрудник, а не сотрудник-студент. То есть те, кто является уже научным сотрудником, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником и является магистром, допустим, обучающимся, то есть мы, соответственно, эти должности не включали. В этом году уже подготовлены более 500 вакансий на летний период и доводятся до студентов Казанского университета. Студенты, которые нуждаются в трудоустройстве, обращаются в Центр временной занятости. Там есть вакансии внутри университета, вакансии, которые нам присылало Министерство по делам молодежи Республики Тарстан, там связана работа в лагерях Республики Тарстан. Также вакансии, более 200 вакансий с сайтов по поиску работы мы сделали такую подборку, и вакансии от наших партнеров. Для того, чтобы студентам помогли в поиске работы, нужно написать в группу Центра по организации временной занятости студентов КФУ в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм. Также Центр делает рассылку вакансий по студентам и старостам групп. Энджима Небава, Ленартов Литьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok